Иногда люди не замечают то, что вокруг них транслируется, что происходит. Включают какую-то радиостанцию, и вот у нас с утра до вечера крутят эти песни. Но в то же время, даже по себе я знаю, что от некоторых песен у тебя настроение ухудшается, а от некоторых наоборот улучшается. То есть, получается, видать, есть определенные воздействия от музыки и речи, и их сочетания на человека. Но возможно, что это воздействие может быть как хорошее, так и не очень. Вот важно, чтобы этот момент ты более подробно пояснил. Ну, пояснить-то можно. Здесь надо обратить внимание на то, что есть такое понятие, как подсознательное. И подсознательно, как черный ящик, он фиксирует все, что происходит. Да ладно бы фиксировал. Этот черный ящик иногда выдает то, что зафиксировано. Иногда мы удивляемся тому, почему ребенок начинает какие-то выдавать перлы, которым ему не учили. Но он высказывается как-то очень интересно. Говорят, ты как бабушка говоришь, ты как дедушка говоришь, ты вот прям сделал как папа. Причем сделал самое худшее. Почему самое худшее? Ну, потому что был острый такой показатель, он заполнил, подсознание заполнило. А потом в нужный момент это выдало. Ребенок же он еще не умный. Ума-то нету. Есть наработки, программы, которые никто-то вложил. А вот уже взрослый человек, он включает ум. Он начинает умным быть, умничает, умение проявляется и так далее. И он борется за то, чтобы казаться умным, сражается со всеми. Но в любом случае он остается ребенком. Маленьким ребенком, который когда-то в себя что-то накладывает, потом это что-то из себя выдает. Вот вопрос, что человек в себя возложил. Каким образом он возложил. И с какой целью. К сожалению, большинство людей об этом не думают. А ведь песни и музыка вообще – это одно из самых главных, что нас окружает. Вот звуки все. Я попробую представить себе черно-белый фильм. Сейчас можно посмотреть, который без звука. Многие смотреть не будут. Какой бы там величайший артист в тех времен не выступал. Ну, просто не могут смотреть, потому что нет фона, оформления. Оно мертвое. В те времена, когда это еще было новинку, люди могли смотреть, как движутся вот эти картинки, как паровоз едет, как там кто-то бегает куда-то. Это было, как сейчас говорят, прикольно, классно. Просто как смена картинок. Да они были коротенькие. Буквально 5-10 минут сеансы проходили. Ну, фильмы какие-то потом стали. До часа, да. А сейчас целые сериалы. Попробуй такие сериалы, например, без звука запустить и титрами запускать. Вот сказал Дуня, сказала Грише вот это, Гриша сказал Маше вот это. Они поженились, и все у них было хорошо. Ну, смешно уже будет, да. Звуковое оформление. Очень важно. И звуковое оформление, оно накладывает очень сильный отпечаток. И в конечном итоге мы сами строим программы на основе того, что услышали. Правильно, как? За нас, если точнее сказать, за нас строят программы. Вот об этом мы и поговорим. О фоне, который нас окружает. О песнях, их содержании. О тех ритмах, которые там есть. В музыкальных оборотах. Почему именно вот этому человеку хорошо слушать вот это, а другому вот это слушать совершенно нельзя. Потому что у этого генетическое предрасположение код к этому, а этот, например, 740 слушать не будет. Ну, наверное, вот об этом мы и поговорим в нашей программе. Приятного просмотра. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Михаил Яйц. Здраво будьте, Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Какую тему будем сегодня разбирать? От одного нашего благодарного слушателя и зрителя к нам пришло такое пожелание осветить тему славянских песен. Но я думаю, нам всё-таки надо чуть её расширить и вообще поговорить о музыке. Об этом явлении, как сочетание звука и речи, и его воздействия на человека. Если нужно, давай поговорим. Что именно? Итак, давай, значит, начнём по порядку. Вот по твоему мнению, что такое музыка? Ой, давай не будем вливаться в эти энциклопедические какие-то повествования, что такое музыка. Я думаю, любой из нас может понять, что музыка – это когда что-то звучит, и это что-то звучит. Звучит, есть здесь мелодия, есть так называемая гармония, есть темпо-ритм и много-много другое. Мы сейчас теорией музыки, наверное, заниматься не будем. В общем, то, что можно воспроизводить голосом, но не с точки зрения разговора, а с точки зрения какой-то мелодики и с точки зрения ещё, например, какого-нибудь инструмента, на чём-то играть. Музыка – это такое широкое понятие. Давай уже в частности будем внедряться. В частности такие я замечаю по себе, и думаю, многие с этим тоже согласятся, что от одних песен у тебя настроение ухудшается, а от других улучшается. Значит, возможно, всё-таки это не только то, что написано в энциклопедиях, но какой-то и более глубинный смысл несёт именно сочетание вот этого речи и звука на человека, не только на его физическое тело, но ещё какие-то, видать, идут более глубинные процессы, о которых пока в книжках не пишут. Вот этот момент необходимо бы от тебя послушать. Ну, само собой, если бы такого не было, то об этом мы не говорили. Музыка влияет на всё, и не зря песня поёт, если нам песню строить и жить помогает. Но надо здесь понять конкретно, вот, может быть, какие-то примеры есть, которые ты мог бы привести, как положить, так отрицание. И на основе этих примеров мы могли бы с тобой уже говорить, потому что, ещё раз говорю, в теорию, как это на мозг действует, как чего-то ещё, просто так без примеров, наверное, погружаться не стоит. Так, ну давай тогда вот как бы упростим, да направление музыки так сузим, потому что если мы будем разбирать песни, это будет бесконечно. То есть вот есть направление, которое называется, например, рок тяжёлый. Вот они там много барабанов, там на гитарах фигачат, а потом почему-то люди после этих мероприятий, или прямо на этих мероприятиях, они друг к другу начинают, так сказать, взаимодействовать определённым образом. Есть другая музыка, например, классическая. И почему-то она, когда прослушат классическую музыку, то как-то и одежда другая у людей в этот момент. И как-то вот не вот эти взаимодействия, а там цветы дарят, хлопают. То есть есть ещё вариант, который вот современный, как это называется-то, говорящие, я от тебя фразу услышал. Рэпы там всякие. Говорящие два высших образования, поющие два высших образования. Поющие трусы там. Вот, вот, да, да, да. То есть направление вот такое. Но почему-то, когда ты смотришь на это направление, либо ты вообще вот видишь только два высших образования, и тебе даже не важно, что там это поёт. Ну, то есть девушки голосистые, да? Да. Либо же тебе, наоборот, охота после вот того, что ты прослушал, наоборот, там всё плохое вспоминается, и тебе охота оплевать и то, что ты видел, и то, что ты слышал, и всё остальное. И есть ещё направление такое, как называется наша славянская, вот народная наша песня, да, вот это. И вот почему в одном случае так происходит, в другом так, в третьем этак, в четвёртом вот так, вдвоём? Придётся всё равно в теорию погружаться. Дело в том, что неоднократно проводились эксперименты на тему, как слово, мысль и звук влияют на воду. Поскольку человек состоит в основном из воды, всё остальное – это только резервуар для хранения этой воды, то в зависимости от того, что в этой воде запечатлено, что в ней заложено, то в этом резервуаре и будет. И то этот резервуар и будет собой представлять. То есть он будет развалину полную представлять, которая себя уничтожает, либо он будет здоровый. Вот для того, чтобы быть здоровым, необходимо подбирать те вибрации, те колыхания, ту музыку, которая человека сделает здоровым, которая направит его на созидание, а не на разрушение. Почему? Потому что если человек даже разрушает окружающий мир без надобности, то в этом случае в первую очередь он разрушает всё равно себя. А вот надобность определяется уже не мозгом. Надобность определяется божественным уровнем. Если человек пытается надобность определять мозгом, он всё время будет натыкаться на какие-то серьёзные проблемы. Мозг не может видеть целиком всё. Он видит только то, что перед ним находится или кто-то сказал. А это всё ложно, это всё ошибочно. Только высшее божественное имеет полноту, полную картину всего того, что есть в этом мире. Так вот, поэтому разрушение, если оно допустимо, оно допустимо только с позволения высшего и только под управлением высшего, для того, чтобы на основе этого разрушенного создать что-то новое. Ну, к примеру, для того, чтобы создать дом, необходимо сначала разрушить тот материал, из которого будет этот дом создаваться. Дерево надо спилить, надо его распилить, надо его высушить, обработать, да ещё в него гвозди потом кто-то заколачивает, или саморезы крутят, или что-то высекает, вырезает, складывает. Это же разрушение. Но получается дом. То же самое и с кирпичом. То же самое и с другими какими-то делами. Если есть то, что на пользу идёт, то сначала разрушение приводит к какому-то созиданию. Но если у нас нет мыслей о пользе, а просто не пойми что, то в этом случае это будет постоянное разрушение. То, что разрушит человека. Поэтому те музыкальные эксперименты, которые люди с собой проводят, на них надо обращать очень такое пристальное внимание. И если это просто хэви-метал, то в этом случае, скорее всего, клеточки, находящиеся в резервуаре, который называется телом, будут запечатлять разрушительную информацию и по отношению к себе в первую очередь. Поэтому хэви-метал, тяжёлый рок и так далее, они могут быть в нашем мире как элементы донесения чего-либо, но они постоянно звучащие. Ну, к примеру, в нашей жизни не только ведь шелест травы, но и раскраты грома тоже существуют. Не только тишь да гладь, которая на волнах проявляется, но и, например, извержение вулкана может быть. Не только свет, но и ночь у нас может быть. Но в ночи зато есть звёзды, которые сияют, о которых можно мыслить, к которым можно стремиться. Поэтому, если мы как изобразительный эффект применяем элементы хэви-метал или рока, которые помогают нам осознать что-то, куда-то направить, это допустимо. Если же это целиком произведение строечных хэви-метал со всей атрибутикой, которая присутствует в этом жанре с точки зрения и одежды, и внешнего вида, то тогда, на мой взгляд, это разрушение, и оно недопустимо. Рэп и всё остальное – это тоже маленькие части нашей жизни. Но ведь мы же не говорим рэпом в жизни. Поэтому это искусственно. Это, на мой взгляд, тоже не совсем естественно. Как применить для чего-либо, для того, чтобы акцентировать, можно, но жить в этом, наверное, глупо. Классика. Классика – это тоже часть жизни. Но это не естество. Там заложены алгоритмы звучания, называемые гармонией, гармонией-полифония, предметы, которые преподаются в музыкальных заведениях вышешкольного уровня. Гармонией-полифония, где необходимо, зная эти способы упорядочения ноток по определенному алгоритму, выстраивать так звучание, чтобы оно легко воспринималось человеком. То есть там какие-то определенные взаимодействия звука и мозга заложены, и приемы, донесения там тоже отображены. Достаточно их выучить и следовать им, когда вы что-то исполняете или аранжируете. И тогда все станет на свои места, будет легко восприниматься. Но классика – это тоже не живое. Потому что классика, оно жестко уже записано, и сколько раз ты, например, там, Моцарта «Сороковую симфонию» не слушай, все равно она станет «Сороковой симфонией». И как-то там не ожидать что-то новое получить, как в фильме. Вот десятый раз смотрю про этого альпиниста и каждый раз надеюсь, что он не упадет. Вот из этой же серии. Там все равно «Сороковой симфонией» будет все то же самое. Это запечатленное. Остается у нас что? Остается у нас то, что является народным. Народное потому и народное, что там есть те обороты, которые свойственны этому народу. Вот Киргиз, он по одному исполняет свою песню, Узбек по-другому, Чукчап, вообще, что вижу, то и пою, да, прекрасные люди, которые очень позитивны в этом отношении. Русским людям, славянам, свойственны иные обороты. И поэтому, если какой-то негроидного вида человек привнесет что-то в нашу культуру, это будет интересно. Но если этому начинать следовать, то оно начнет тоже нас разрушать. Это не наше, не по крови, не по генетике. Это можно как элемент взять при общении, но не более того. Народная культура отображает уклад жизни в словах. Или отображает то, что было в жизни, опять же, в словах. Отображает мелодику, которая легко этим народам усваивается и которая отражает его кровь, его рот. Само собой, что было много что привнесено такого, что, на мой взгляд, не должно быть в русской музыке. Когда я слышу обороты 7.40 в русской музыке, меня это удивляет, какое отношение к русской музыке это имеет. Когда я слышу аранжировку в стиле шансон, меня это тоже удивляет, каким образом шансон, ну, современный шансон, не французский, а современный, залез в нашу культуру. Когда я слышу ритмы какие-то африканские, сдобренные элементами хэви метал или хип-хопа, я тоже задаю вопрос, а это какой вообще стороной к нам относится? Каким боком, каким припеком к нам это относится? Это не наше. И чем больше введений таких, тем меньше остается нашего родного. А раз меньше нашего родного, значит и нас меньше. Это разрушает нашу основу. Поэтому еще необходимо обратить внимание на то, что есть люди, которые без музыки вообще не мыслят в свою жизнь. Вот что ты думаешь про таких людей? Да, кстати, ты такое ощущение моей мысли читаешь. Я тоже с этим сталкивался, и у меня даже был период какой-то кратковременной жизни, когда я вот включал какую-то радиостанцию, и она у меня с утра до вечера вещала. Причем нам же хитро обычно объясняют все. Нам говорят, ну, зачем ты будешь вот сам какие-то песни искать, что-то выбирать. Мы для тебя уже нашли все самое лучшее, хорошее, и к тому же ты же, если ты будешь знать, какая будет песня звучать, то какой же там сюрприз. А тут тебе будет сюрприз, там чередоваться будет реклама определенная и песенки. И вот слушай это как бы с утра до вечера. И вот только недавно, находясь у тебя тут в гостях, я начинаю понимать очень интересный момент. У нас присутствует, я так понимаю, называется это дело подсознания, которое мы вроде бы считаем, что у нас есть только мозг, а есть вот именно такой важный инструмент, который даже когда ты мозгом вроде бы был занят чем-то другим, а этот инструмент фиксирует абсолютно все, что происходит вовне и вокруг тебя. И даже получается, если очень тихо фоном идет какая-то музыка, вот ты как раз хороший пример привел, словом-то оно вроде бы относится к хорошему, шансон, но у нас есть одноименные радиостанции, в которых песенки, там вот песенок много, но сюжет один и тот же. то есть и вот люди подсознательно слушая вот эту штуку, а потом же что произойдет? Запишется тебе эта программа туда в подсознание и когда ты об этом не будешь думать, она вылезет и заставит тебе проделать какой-то сюжет из такой песни, а куда потом тебя это может вывести, а может вывести тебя не в очень-то несветлое будущее. Ну, мое мнение на данный момент, что вот надо самому себе подбирать музыку и слушать тогда, когда этому время, а когда у тебя есть более важные дела, то все-таки занимайся более важными делами. Абсолютно с тобой согласен, что музыка есть бодрящая, она хороша утром, она настраивает тебя на какие-то добрые дела, музыка есть в течение дня, которая может тебя поддерживать, это могут быть не только музыкальные произведения, это могут быть шумовые какие-то эффекты, но вот не хватает тебе, например, шуршания травы, леса, пения птиц, но включи-то, пускай это звучит фоном, если это птицы из твоей родной полосы, чтобы они тебя настраивали на что-то доброе, светлое, например, на летний денек, всегда что-то не хватает, зимой и лето, зимой и лето, осень, зимой, да, и всегда это нужно подстраивать под себя, чтобы помогали тебе в жизни хорошо себя вести и в правильное русло направляли. Приведем простой пример, едет машина, в этой машине звучит какая-то станция, и эта станция транслирует какую-то музыку, ну, к примеру, там, на основе, как я сел в тюрьму и что я сделаю, когда выйду, да, как мне тут плохо и как мне будет там, там я заново украду свои делах и встречусь, и опять пойду в тюрьму, ну, условно, вот там, девчоночки, печеночкой, заточечкой, ну, и так далее. И вот что происходит? Едет человек, такая бодренькая музыка, хрипловатые голоса, исполнение такое незатейливое, вот он едет, едет, едет. Нормально, даже сам подпевает, все, настроен на эту волну, ни о чем особо не думает, но так развеется. И вдруг авария, стрессовая ситуация. Что происходит дальше? Он вроде бы до этого довольный и счастливый, выскакивает из этой машины и, в общем-то, не желая ничего плохого, хватается за биту, за травматический пистолет, сразу проявляются у него понты какие-то, он начинает входить в спарринг с тем, с кем случился вот этот конфликт, и в конечном итоге может оказаться в тюрьме, потому что кому-то бошку раскроил, или там глаз выстрелил, или еще что-то сделал, да мало ли что, или убил. Казалось бы, человек вроде хороший, и позитивное настроение у него было, радостное. Почему он это сделал? Что он, бандюган какой, что ли? Да нет, не бандюган. Что он, под наркозом был там, наглотался какой-то дуре? Да нет, вроде. Трезвый, трезвый. Почему он это сделал? Да все очень просто. То, что он слышал во время езды, оно в черный ящик подсознания закладывалось. И если он слышал несколько раз, к примеру, там, 40 дней, он ездил на работу и слушал это. Ездит и слушает, ездит и слушает. Помните, это разговор про 40 дней, да, самопрограммирование? Так вот, произошло это программирование. В него вошли те образы, которые он наслушался. В него вошли те действия, та программа действий, которую он тоже уже наслушался. И теперь, выскакивая из машины, он, находясь вне сознанки, потому что сознание отключается, экстренная ситуация, включается подсознание, которое и рассчитано на то, чтобы все программы, которые были заложены, проявить в какой-то стрессовой ситуации. Случился стресс, как вам выжить? Подсознание включается, оно вас выводит. Но если мы живем только сознанием, мы подсознание включаем высшее я, то есть сущность, которая нам управляет, высшее сознание, сверхсознание, то в этом случае тогда мы живем тем, что заложено было нами. А что заложил этот человек, когда он слушал шансон, или какие-то другие произведения, там, хэви-металл, или так далее? Он заложил в себя вот это, то, что там подавалось, вот эти дерганые ритмы, резанный какой-то посыл на что-то, там, убить кого-то, или там, отомстить кому-то и так далее. В нем это все раскрывается. Стрессовые ситуации, все это раскрывается. Вот отсюда вы начинаете делать то, что сами себя не ожидали. Вы себя при помощи музыки, слов и этого ритма запрограммировали на что-то. Еще пример. Приходит человек в какой-то гипермаркет, где там все есть и продовольствие, где там есть и какие-то товары, и развлечения и так далее. Он пришел купить какую-то маленькую простую вещь. Как в анекдоте, пришел за крючками и уехал на автомобиле. Так вот, он пришел в этот магазин, не задумываясь о том, чтобы тратить деньги на что-то другое. У него список был. Вот купить вот это, вот это, вот это. Три вещи там, простые совершенно, которые нужны ему в быту. Но вдруг он обнаруживает, когда заходит транспорт, уже выйдя из магазина, что у него полные сумки товара. И когда он приходит домой, он начинает разбирать и думает, ну вроде товар-то хороший, зачем его купил-то? Он вроде бы мне не нужен. Зачем его взял-то? Оказывается, что на человека во время путешествия по этому гипермаркету воздействовали какие-то такие элементы нашего бытия, о которых он даже не задумывается. Музыка определенная, звучащая. То есть, когда он идет по коридору, звучит одна музыка. Она такое бодрое настроение, приподнимает его. Причем даже может это быть без слов. Когда он заходит в какой-то уже бутик или какой-то там магазинчик вшивый, он вдруг слышит такую расслабляющую, приятную музыку, которая говорит, ой, как здесь хорошо, как здесь классно. А еще иногда вдруг чувство, какой-то тонкий такой аромат чего-то. Оказывается, что специально эта музыка была подобрана профессионалами, которые знают, как это воздействует на человека, что человек при этой музыке начинает действовать, какие у него ассоциации возникают. И вот для цветочного магазина это будет одна музыка, для хозяйственного другая музыка, для магазина, где там пальто продается, третья музыка. А в коридоре такая бодренькая, веселенькая. И мало того, еще подобраны ароматы. Привозятся специальные ароматизаторы, не вот эти маленькие висюльки, которые продаются в автомагазинах, которые мешают всем смотреть за дорогой, а какие-то уже такие приборчики, которые ароматизируют помещение. И ароматизируют тем, что влияет на мозг человека и делает благостное такое ощущение. И к вам подходит продается, я могу вам чем-то помочь? Да, вы мне можете помочь. Как у вас здесь все классно. Что бы мне купить? И все. И цыганы здесь уже не нужны. Табор уже уехал, но при этом вы отдраете деньги на право и на лево. Вы ходите уже с большими баулами и потом думаете, куда мне это девать, зачем я это купил. Вы купили, потому что вас на это запрограммировали. Чем начальнее уровень осознания, осмышления, тем проще на программы человека воздействовать. Чем больше вас окружает средств массовой информации, которые вам втюхивают принципы, образы поведения, программ поведения, тем вы более подготовленный объект воздействия, то есть субъект воздействия тех, кто эту программу подготовил. Потому что это все, начиная от телевизора и заканчивая пунктом потребления, заточено на одно, чтобы вы покупали. Не интересует никого, для чего вы это купите. Никто вам не спросит в магазине, зачем ты это набрал? Вам с радостью на кассе пробьют все это и возьмут с вас деньги. И улыбнутся вам еще. Все настроено на то, чтобы вы были потребитель. И поэтому все строится у нас на потребление. Телевизор, радио, журналы, магазины, какие-то там салоны, прочее. Все на потребление. Только потребляй. Только потребляй. А чтобы была возможность потреблять, тебе необходимо что? Деньги. Значит, только работы. Только работай. И вся жизнь свойств к тому, чтобы бесконечно работать, бесконечно потреблять. Работать, потреблять. Причем вы потребляете не то, что вам надо, а то, что вам навязали. То, что сказали, это модно, это хорошо, это нужно. А потом частично, то, что закуплено в большом количестве в Китае, например, то, что вы потребили, оказывается не дееспособным, не рабочим. Ну и оказывается на свалках. А потом вы переживаете, что же у нас так свалки-то быстро растут? Ну почему ж такой запах-то? Ну почему вот такая вот вода? Почему ж такая еда плохая? Почему ж наши дети болеют? Почему у нас так плохо? Да потому что вы программу, которую возложили, поддерживаете и ее через средства воздействия исполняете. Ну как-то мы так уже в музыке касались-касались и немножечко в другие какие-то уже отошли моменты нашей жизни. Ну, во-первых, я так понимаю, все-таки все взаимосвязано, а не как там один лечит ухо, второй горло, третий нос. А оно же вроде бы как бы все вместе в одном организме, да? И здесь то же самое. Начинаешь заодно, а в итоге все равно все сводится к тому, что когда мы по тем или иным причинам отпускаем свою осознанность и даем, чтобы за нас кто-то что-то подумал и что-то нам сделал и дал нам только готовое, то как вот сейчас мы видим на примере с музыкой, то это совсем не для того, чтобы мы стали лучше, а для того, чтобы нас как направлять в ту сторону, чтобы мы как безвольные существа делали то, что нужно тем, кто этой системой руководит. Поэтому еще раз, давайте на этих примерах, на других примерах учиться контролировать свои мысли, свои поступки, свои эмоции, понимать, а кто нас туда ведет, для чего нас туда ведут, и нам вообще в ту сторону надо или может нам все-таки наша цель-то совсем в другой стороне. Еще какой момент, вот тебя сейчас слушая, что пришло, какой образ. Делается, ты разбирал образ, когда мужчина едет за рулем и идет радиостанция, да, то есть у него по сути получается основной момент, он занят, внимание сосредоточено на дороге и в этот момент свободная информация в подсознание залетает. Но есть еще другая схема, которая, я так понимаю, тоже очень важная. Это когда человек, например, смотрит телевизор и ест в этот момент, получается, происходит то, что когда человек ест, у него состояние такое хорошее и вот эта внутренняя защита, она ослаблена. Если в этот момент тебе какую-то информацию, причем говорят об одном и том же, причем такое ощущение, что каналы вроде бы разные, но тыкай вот по всем каналам, а в одно и то же время по разным каналам говорят об одной и той же теме, об одной и той же проблеме, только с разных ракурсов. Там и музыка присутствует, и, как говорят, все спецэффекты, чтобы привлечь внимание. И дальше это длится как раз примерно, наверное, дней 40, а то и больше. И вот людей накачивают, 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 а потом люди внезапно почему-то делают какое-то действие, которое для них вроде бы было бы несвойственно. Вот мое мнение еще раз, давайте каждый из нас будем следить за собой и за окружающим пространством и понимать, что это все-таки происходит, и самостоятельно принимать ответственность за свою жизнь. Благодарю. Все верно. Все верно. И в заключение, наверное, следует отметить, так какая же музыка нам ближе? Еще раз акцентирую. Нам ближе та музыка, которая наша родная испокон веков, которая по роду нам передавалась, не завывание каких-то бабушек, которые уже голоса потеряли. Многие просто не могут такую музыку слушать. И самое удивительное для меня, когда молодые девчонки начинают подстраивать голоса под этих бабушек, которые потеряли уже голоса. Они в молодости пели по-другому. Ну, просто их аппарат уже голосовой не может воспроизвести то, как там звучало в молодости. А девчонки копируют вот то, что есть у бабушек на этот момент. То есть, представляете, например, нам бы сказали, вот есть такое прекрасное блюдо, оно вот такое-такое изысканное. И мы начинаем это блюдо искать и натыкаемся на то, что уже просрочено. Но мы чувствуем, что там что-то не то по запаху, по цвету, по вкусу. Но нам же сказали, что оно хорошее. И оно правильное. И мы начинаем это блюдо, ингредиенты, доводить до такого состояния, когда сами готовим, чтобы оно и по вкусу, по запаху, по цвету состояло вот как то, которое оказалось испорчено. И мы готовим всех уверяем, что это по старому рецепту, что это вот наше и так далее. Но когда вдруг приходит мастер, который произвел это блюдо по-настоящему, как оно должно быть, из свежих продуктов, мы удивляемся, говорим, слушай, другое совсем блюдо, оно какое-то вкусное, а мое какое-то невкусное, какое-то тухлое. Он говорит, правильно, ты же с тухлятиной делаешь-то. Но я же вот, а что я же, ты это на помойке нашел. Ты нашел это на помойке, там было написано, что это такое блюдо, но оно же на помойке, оно выброшено было. Вот поэтому мой совет вам, друзья, берите тексты, берите мелодику, но исполняйте так, как вы это можете исполнить красиво, а не исполняйте так, как бедные бабушки на ту жесть, потому что нету молодежи, пытаются вам донести. Не обязательно их голосами петь, не обязательно играть на балалайке с одной струной, как пьяный дедушка сидит, играет, который там уже в молодости еще пальцами мог на трех струнах как-то перебирать и играть, а сейчас он даже по одной там не попадает. Понимаете? Надо идти от разумности, восстанавливать культуру надо от того, что вам близко, а не того, что вас отталкивает, но это наша культура, мне говорят, и я этому следую, даже если это противно. Понимаете, о чем я говорю? Восстанавливать надо то, что вас поднимает, то, что вы чувствуете, вот это мое. То есть, это должна быть родная речь, это должны быть родные обороты звука, это должен быть свой ритм. Если вдруг это какая-то современная обработка, смотрите, чтобы туда там-тамы не вставлялись, которых никогда на Руси не было, чтобы туда хэви-метал не залезал, которого на Руси никогда не было, чтобы там не было хип-хопа и рэпа, которого на Руси никогда не было. Следите за тем, чтобы было ближе к нашему родному. Когда я слышу, например, русскую песню, там цыганщина звучит, обороты цыганщины или обороты скрипки, которые там, или кларнета, которые другим народу свойственны, и вставлены туда вот эти вот обороты 7-40, я говорю, ребята, вы что исполняете-то вообще? Да, это песня русская, но зачем вы ее так аранжируете? Вы кто вообще? Русские люди или иные какие-то народы? Или хотите специально нас увести куда-то в сторону? Если вы исполняете русскую якобы песню с русскими мотивами, но там вставлены слова похабщины какие-то, искаженные, то вопрос, а что вы вообще-то, зачем это делаете? Поржать, что ли, ради себя самих? Ну, ржите там у себя на кухне. Зачем вы это выносите на публику, где вас слушают 100, там 200, тысяч человек, а потом ваши записи расходятся? Ну, вы подумайте, что вы делаете. Это же Деза. Вы вносите разрушение в этот мир. Успокойтесь, угомонитесь. Просто падайте вниз. Но когда вы падаете сам, ну, пожалуйста, падайте, разбивайтесь. Но когда вы за собой тянете других, задумайтесь, зачем вы это делаете? Вы кому служите-то? Вы Руси служите? Или служите тем, кто эту Русь уничтожает? Задумывайтесь об этом. Музыка – это величайшее, что есть в нашей жизни. Это то, что на подсознание воздействует. А раз на подсознание, значит, программируете вы, вы являетесь архитекторами душ человека, мысли человека, программ человеческой жизни. Вы ответственны за то, что вы делаете. Вам это надо или нет? Разрушать себя, разрушать общество и потом думать, что это мы так плохо живем? Вот о чем задумайтесь. Возьмите ответственность на себя. Еще раз в очередной раз напоминаю, все ваши вопросы попадают к нам только в том случае, если вы пишете эти вопросы или реплики на сайте Народного Славянского Радио славрадио.орг через форум обратной связи или на канале Ютуба Народного Славянского Радио youtube.com слэш славрадио одно слово. На других ресурсах мы не видим ваших комментариев, ваших посылов, ваших просьб и так далее. Не видим ваших вопросов. Поэтому хотите задать вопрос, пишите на наших ресурсах. Не путайте нас с другими. Не путайте. Это их уважаемые ресурсы. Это все здорово, хорошо, но это вы будете писать к ним, а ответ будете ждать от нас. Не бывает такого. Дальше. Ни в коей мере мы не допускаем хамства, грубость, которые кто-то пытается за умность выдавать. Удалять будем бесщадно. Не надо грубости на наших каналах. Хотите строить державу, развиваться, развивайтесь к свету, тянитесь к добру, но не сейте гадость и глупость. Гадость и глупость сейте у себя, пожалуйста, в туалете, можете в семье сейте, если вам нравится такая семья. К нам не надо идти. Мы строим другое общество, мы державу восстанавливаем. А там необходимо понимание, взаимодействие и объединение. Вот этим мы занимаемся. Все остальное нас не интересует. Ну что ж, в очередной раз благодарю Михаил, что поднял эту тему. Прощаюсь с вами, друзья мои. Желаю всем добра. С вами было Народное славянское радио. Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова